Момент, к которому волонтеры шли около полугода. Дважды в неделю они садились за парты на несколько часов, чтобы не только научиться правильно проводить экскурсии, но и узнать больше о природе заповедника Утриш и его обитателях. Мы теперь гораздо больше знаем о природе, мы теперь гораздо больше знаем о том месте, где мы живем и гораздо бережнее к нему относимся и надеемся научить этому других. Мы можем провести хорошую экскурсию по экологической тропе и рассказать о ландшафте, допустим, того места, где мы идем, о животном мире, о растениях. Проект «Заповедные тропы» – результат давней дружбы команды анапских волонтеров серебряного возраста с сотрудниками заповедника. Все началось с акции по уборке берега после штормов. Со временем родилась идея, которую в конце прошлого года оформили в проект и получили грант из благотворительного фонда. Он пошел на организацию обучения. Мы сегодня с вами, наверное, такие пионеры в развитии этого направления, потому что просто экскурсовод и экскурсовод мы, наверное, все знаем. А экскурсовод – это что-то новое. И я надеюсь, что мы не могли остаться в стороне, так как понятно, что волонтеры – это как птица-сарсан, которая летит и прямо уже на лету с огромной скоростью хочет помочь, убрать этот мусор и сказать всем окружающим – берегите природу. И будьте, ну как-то, берегите для наших потомков. Как пояснили специалисты заповедника, до сегодняшнего дня просьб от желающих полюбоваться реликтовыми лесами было значительно больше, чем свободных специалистов, которые могут не просто сопроводить, а провести полноценную экскурсию. Теперь у руководства заповедника есть номера телефона для оперативной связи с обученными волонтерами. Теоретическая часть очень серьезная. Они писали тексты полноценной экскурсии и защищали. Очень нравится, как они к этому подходят. Очень интересно, очень индивидуально. Кто-то сам биолог по натуре, кто-то по образованию, кто-то лирик и читает стихи на тропе. Это сказка. Обучение прошли 30 человек. 25 из них уже получили удостоверение. Возможно, не все из них будут выходить на заповедные тропы, но все они бывают в других регионах, на крупных мероприятиях и готовы рассказать людям об уникальной природе Черноморского побережья.